Джунгли в городе. Трансформаторная будка на проспекте Ленина теперь обзавелась двумя питомцами – туканом и попугаем. Это стало возможно благодаря фантазии художников в фестивале уличного искусства «Полотно». Ребята трудятся над преображением строений уже несколько дней. На глазах у горожан на серой поверхности появляются тропические растения и креативные авторские шрифты. Ну, деревья вокруг, может быть, пишется. Ну, а как? Просто яркие цвета, не серая, не белая будка – уже хорошо. Говорят очень много. В основном, говорят, рисуйте мне гараж бесплатно. Сказали, что у меня попугай похож на моржа. И некоторые говорят нормально. Некоторые говорят, что нужно было рисовать картины Пикассо. Ну, очень наслушаю, что тут много было, пока стоять рисуешь. Фестиваль уличной культуры «Полотно» создан для того, чтобы преобразовать унылое городское пространство и показать ивановцам, что работа райтеров – это искусство. Кирпичные или бетонные полотна для мастеров выделила мэрия. Чиновники также согласовывали эскизы. А вот решать, какая работа лучшая, предстоит жителям. Уже буквально в понедельник будет объявлен старт голосования, который будет проходить на сайте, на нашем полотно.myarthub.ru. Там будет проходить голосование. В соцсетях, мы об этом обо всем расскажем, будут выставлены порядка семи работ, которые наши ивановские, и не только художники, уже готовы. С понедельника начиная, с четырех часов, можно будет отдать свой голос за понравившуюся работу. Работа Макса, она тоже в этом принимает участие. Соответственно, победитель получит денежный приз. К работе на здании Центра современного искусства приступила известный в стране и даже мире художник Макс-13. Обещает, что через пять дней мы увидим его классические абстрактные портреты и небольшие эксперименты с цветом и композицией. Заманить на фестиваль такого сильного художника организаторам удалось довольно легко. Максим рассказывает, что давно хотел подарить городу большую граффити-работу. И тут такая возможность представилась. Сначала разрабатывается эскиз, потом переносится на стену и совершенно разными способами это можно перенести. Либо просто рисовать, либо через проектор, как угодно. И, в принципе, дальше все рисуется техническая сторона. Это классические цвета, которые я использую в своем рисовании. От мрачных, плотных, каких-то темных тонов до флоресцентных, очень ярких оттенков. Помогает Максим утворить его маленькая дочка Василина. Угол здания шестилетняя девочка разрисовала сама. Старается соответствовать.